Бисмиллах, альхамду лиллахи, раби лаламин, вассалату вассаламу аля ашрафи ланбия и вальмурсалин Вассаламу алейкум ва рахматуллахи баркатух, дорогие братья и сестры Хотелось сегодня рассказать, что очень много, много братьев и сестер пишут мне на ватсап Хотят сюда приехать, работать, жить, учиться и прочее, прочее, прочее Дай Аллах всем возможность приехать сюда, жить здесь, работать, учиться и прочее, прочее Я хочу сказать, что раньше я тоже так же хотел, мечтал, стремился к этому и просил Аллаха, субханава тааля И работал в сфере хаджа, инструктором был, сначала вместе с паломниками ездил Каждый раз возил паломников, обслуживал паломников, был с ними И каждый год вот так ездили мы на рамадан, на хадж, возили людей И вот у вас сейчас тоже, у многих из вас есть такая возможность Находясь там в республиках, в странах других и в городах Вы можете тоже так же набирать людей и отправлять сюда, на Умру Тем более Умра целый год идет, потом один месяц хаджа идет Поэтому вы можете людей отправлять, можете работать с турфирмами С различными турфирмами, даже которые простые турфирмы отправляют людей, туристов там Вы можете с ними спокойно договориться и сказать Ребята, давайте вместе работать, новое направление развивать Или с туроператорами, которые уже работают по Умре Вы можете с ними работать, привлекать людей У кого-то есть канал Телеграм, у кого-то есть там разные соцсети Или сайты, или еще что-то Кто-то может приводить людей, набирать людей За каждого привлеченного клиента туроператор может вам выплачивать агентские Поэтому хотелось бы сегодня поговорить насчет этого Как привозить людей сюда и заниматься этим делом Потихоньку-потихоньку вы уже начнете сюда почаще приезжать И присматриваться, выбирать город Потом уже копить денег себе на рабочую визу И вот так будете работать Итак, у нас Умра и Хадж Направление Умра и Хадж Хадж, как мы знаем, он вот сейчас уже наступает Месяц Зульхиджа Завтра-послезавтра уже Зульхиджа начинается И в это время уже начинается Хадж Люди приезжают все на Хадж, на Хадж, Мекка, Медина Уже полные Хаджиями Остальное время, остальное время это, конечно, уже Умра Остальные все месяца, вот 11 месяцев Это уже Умра Самый обильный такой поток приходит на Умру людей Конец декабря, начало января Люди не хотят сидеть где-то там у себя В каких-то странах Все хотят во время выходных там Или каникулов, или еще что-то Хотят приехать сюда и здесь заниматься Айбадатом Потом следующий месяц Рамадан Особый сезон это Особый сезон Месяца Рамадан Очень много людей приезжает на Рамадан И третий пик это Хадж Время Хаджа Итак, время начала Умры Как я говорю, что он сразу после Хаджа начинается Раньше один месяц, два месяца давалось на то, чтобы люди выехали, паломники Сейчас этого уже нету, отменили это И поэтому, как только Хадж закончится Как только начнут Хаджи возвращаться домой Уже можно приезжать по Умре Уже можно приезжать по Умре Визы для Умры есть различные То есть туристическая Умра Потом Умра виза, бизнес виза, рабочая виза Транзит виза По этим всем визам можно совершить Умру Туристическая виза, конечно, она ограниченная Только там Российская Федерация Там Казахстан, Украина И европейские страны Срок у нее 90 дней В течение года вы можете 90 дней спокойно находиться На территории Саудской Аравии Несколько раз можете приезжать в течение года Но главное, вот 90 дней у вас есть лимит Вот этот 90 дней Умра виза Умра виза, она для всех стран Любая страна здесь подается Срок у нее тоже 90 дней Сейчас Раньше месяц давали Даже давали 15 дней, вспоминаю я Потом 30 дней, потом вот сейчас 90 дней стало То есть можно уже по ней приехать и 90 дней спокойно по Умра визе здесь находиться Потом бизнес виза Тоже это для любой страны бизнес виза выдается Срок у нее 1 год для всех стран И 5 лет для России 5 лет для России Ее цена там 1200 долларов Зато у вас 5-летняя виза Можете в любое время приезжать И также находиться 90 дней Потом выехать Опять заехать Еще 90 дней И вот так 5 лет можно выезжать Заезжать По 90 дней находиться здесь Это вот бизнес виза Потом еще у нас есть рабочая виза Там уже выезжать не надо Можно просто находиться Семью привезти Жить, учиться, работать и прочее Это уже рабочая виза Она дорогая 5 тысяч долларов стоит Потом за каждого члена семьи Еще надо будет платить По 100 долларов минимум в месяц И последняя виза еще Которую хотелось бы Поговорить о ней Это транзитная виза Транзитная виза Тоже в этом году очень много людей приехало По транзитной визе в месяц Рамадан Из разных стран Она на 4 дня За каждый день просрочки Кто-то он, например, хочет 5 дней Или неделю За каждый день просрочки 100 реалов штрафа 100 реалов штрафа Это в принципе у любой визы У туристической за каждый день просрочки 100 реалов штрафа У МРА виза там 100 реалов штрафа У бизнес визы В общем везде штраф платится Если ты просидел Дольше положенного срока Дальше Дальше Давайте же посмотрим Из чего состоит УМРА УМРА Это в первую очередь Собираем людей Там где-то в Казахстане В Кыргызстане В Таджикистане В Узбекистане В Азербайджане В России Или в других странах Туркменистан И прочее, прочее, прочее Мы собираем людей В первую очередь Там соцсети подключаем Там сайт подключаем Рекламу даем Там буклеты печатаем Мечети раздаем всем людям В общем, людей подключаем И люди потихоньку-потихоньку Начинают звонить И начинают обращаться Потом собираем группы Потом, когда группу мы собрали Маленькая или большая ли Без разницы Здесь может быть и 100 человек И 200 человек Можно в месяц собрать Некоторые компании Тысячу человек в месяц собирают Я вот знаю Одни ребята открыли в Киргизии Офис И ежемесячно Ежемесячно Приводят 2000 человек 2000 человек Один офис Приносит В месяц Паломников Представляете 2000 человек Если он даже Этот офис С каждого человека С каждого паломника Зарабатывает Там 100 долларов 100 долларов Это хорошие деньги Они зарабатывают 2000 человек На 100 долларов 200 тысяч долларов Зарабатывает офис И работают И зарплату получают И награду получают Поэтому это очень хорошее Хорошее направление Тем более Это халяльное направление Без сомнения Дорогие братья Итак Собирается группа Потом Отвозят Эту группу В аэропорт Сбор весь в аэропорте В аэропорту происходит Потом все вылетают Бывают прямые рейсы Бывают чартерные рейсы Бывают транзитные рейсы Через какие-то страны Бывают комбинированные туры То есть долетают До одной страны Оттуда До Дубая долетели А с Дубая На автобусе заехали То есть Это комбинированный тур Разные есть варианты Как завозить сюда паломников Потом Встречаем Мы уже здесь Встречаем Саудской Аравии Медина Или Мекка Или Рият Или Таев Или Янбо В вот этих городах Где есть аэропорты Мы встречаем Уже автобусы Подгоняем Встречаем группы Люди садятся в автобусы И потом мы везем Их в отель В Медину Например Мы везем В Медину В отель Размещаем В Медине Там они обычно проводят Три дня Согласно пакету Какой там пакет Бывает пять дней Там уже Посещение мечети Пророка Салям Посещение Роуды Посещение Дать салям Пророку Мухаммаду Салям Умару Абу Бакру Умару Рода Аллаху Анхума Потом Там есть Один день Предусмотрена Экскурсия По Медине Посещение Горы Ухуд Горы Лучников Потом Кладбище Где похоронены 70 шахидов Погибших При битве Ухуд Потом Мы едем Мечеть Куба Мечеть Каблятайн Семь мечетей Где Хандак Ров Война При Хандаке Была Где Также Там есть Пальмовые Рощи Где Люди Покупают Подарки Обычно Медине Финики Покупают В общем Там Экскурсия Один день Специально Назначен Определенный День Утром Мы подгоняем Также Автобус И Людей Возим По Медине Экскурсию Проводим Естественно Все Рассказываем Из Сиры Пророка Саллиллаху Алейхи Ассалям Потом По окончании Трех дней Или пяти дней Из Медины Мы Вывозим Людей Уже В Мекку Для совершения Умры Конечно При выезде Из Медины Там есть Микат Зульхулейфа Называется И Мы Туда Приходим Приезжаем И Там Люди Облачаются В их храм Покупают И храмы Одевают И храмы И Оттуда Уже Выезжают Намерение Делают Говорят И едут В Мекку По приезду В Мекку Размещаем Мы их В отеле Там Размещение Там пока Ну уже Смотрим По состоянию Паломников Как у них Состояние Как у них Настроение И потом Мы уже Людей В определенное Время Выводим На Умру Приводим Их в мечеть Аль-Харам Там Делаем Сразу Тавав Потом Два Раката Тавав Намаза Читаем Потом Замзам Пьем Потом Идем На Софа Марва Потом Стрижемся Снимаем Ихрам Выходим Из Ихрама Уже Уже Одеваем Обычную Одежду Ну в общем Это вот Ритуалы Умры Все Совершаем В сопровождении Опытных Инструкторов Потом Один день У нас В Мекке Это Экскурсия Обязательно Опять же Поехать На Арафа Поехать Муздалифа Поехать Мина Посмотреть Джамарат Посмотреть Это Посмотреть То Посмотреть Гору Саур Где Пророк Сабу Бакрам Хиджру Делали Прятались В этой горе Посмотреть Гору Нур Джабаль Нур Тоже Где Джибриль Приходил К пророку Салли Аллаху Алейхи Вассалям И первые Аяты Были Ниспосланы В пещере Там На этой горе В общем В общем Проводим Экскурсию По Мекке В один день И потом Когда уже Проходит Там Десять дней Смотря Какой пакет Мы Собираем Опять людей Автобус Подгоняем И отвозим Их всех В аэропорт И люди Улетают Вот это Вот вся Умра Вот это Вот вся Умра Две недели Или три недели Пакет Умры Он состоит Из вот таких Основных Моментов И Давайте же Поговорим Чтобы получить Визу Что же Нужно Для этого Что же Нужно Получить Умру Визу Именно Умру Визу Там Для того Чтобы Получить Умру Визу Сейчас Конечно Все Через Систему Проходит Через Манассу Есть такая Система Манасса От Министерства Хаджа Умра И Там Это вот Как Букинг То есть Все Раньше Бронировали Через Букинг Многие Знают Как это Или через Там Другие Какие-то Агода Или Там Каяк Или Другие Платформы Бронирования То же самое Здесь У Министерства Тоже Так же Сделана Специальная Программа И Через Нее Люди Бронируют Чтобы Виза У тебя Вышла Ты Должен Выполнить Несколько Таких Шагов Для Первого Это Ты Должен Выбрать Отель То есть Ты Выбираешь Отель В Мекке И в Медине В Мекке Минимум 5 дней Должно Быть И в Медине Минимум 2 дня Иногда Даже Медине Не Обязательно Просто Мекке 5 дней Но В этом Году Посмотрим Как будет Опять Система Работать После Хаджа Они Откроют Эту систему Сейчас Пока Система Закрыта Потому что Хадж Через Две Недели Дай бог Дай бог Или Первого Может быть Мухаррама Может быть Откроется Система И мы Начнем Уже Заниматься Опять Умрой И будем Вносить Все данные Паспортов Людей Заносить В систему И Вытаскивать Визы Умра Визы Далее Значит Мы выбрали Отель Мекке Медине Там 1-2 дня В Медине 5 дней В Мекке Мы это выбираем Или В зависимости От нашего Пакета Кто Сколько Хочет Проживать Мы уже Группу Формируем И Берем Отели В Мекке И в Медине Потом Обязательно Нужно Выбрать Транспортную Компанию Специальные Есть Транспортные Компании Которые Будут Встречать В аэропорту Отвозить В отель В Медину Потом Экскурсию Делать Потом Между Мединой Меккой Отвозить Это все Одна Компания Уже Занимается Этим Делом Специальная Компания Мы уже Бронируем Автобус Или Легковой Автомобиль Или Минивэн В зависимости От состава Группа Если там Четыре Человека То легковую Машину Если там Больше Четырех До десяти Там Минивэн Там Микроавтобусы Берем Потом Автобусы Берем До пятидесяти Человек Сорок Девять Пассажиров Выбираем Транспортную Компанию Мы с ней Уже Связываемся Все Мы им Даем Свой Маршрутный Лист Они Уже В определенное Время Там Уже Отправляют Свою Машину Со Своим Водителем Мы Уже Конечно С водителем На связи И он Встречает Он Отвозит Он Все Уполняет Все У меня Уже Голова Не болит В этом Голова Не болит То есть Это Как Букинг Я забронировал Все У меня Уже Есть Транспортное Средство Которое Будет Полностью На весь Круг Работать С моими Паломниками Далее Выбираем Обязательно Здесь Нужно Выбрать Саудовскую Компанию Компания Паумри Раньше Было 700 Компаний Здесь До Пандемии 700 Компаний Открылась Но потом Пандемия Ударила Потом Еще Были Там Всякие Проблемы Многие К этой работе Им Открыть Открыли И потом Они Стали Людей Привозить Но Как обычно Были Всякие Косяки И прочее В итоге Сейчас 200 Компаний Всего Лишь Работает На рынке Но Этого Хватает В принципе Этого Хватает И мы Как обычно С несколькими Компаниями Мы работаем Мы отправляем Договора Этих Компаний Для Турфирм Которые Там В разных Странах Мы Можем Официально Сделать Договор И Уже На основании Вот этого Официального Договора Можно Уже Будет Завозить Паломников В Саудской Аравии По Омра Визе Итак Выбираем Компанию По Омре Это Обязательная Вещь Здесь Потому что Здесь Кто-то Должен Быть Ответственный Ответственный Кто Должен Встречать Кто Должен Следить Если Что Случилось Они Должны Решать Это Вопросы Должен Быть Какое-то Лицо Уполномоченное От Министерства Хаджа И Умры Вот Это Лицо Оно Должно Отвечать За вас Нести Ответственность Вдруг Кто-то Умер Вдруг Кто-то Заболел Вдруг Кто-то Что-то С ним Произошло Здесь Специально Должен Обязательно Какой-то Орган Который Должен Это Решать Вопросы Вот Эти Все Так Выбираем Компанию По Умры И Потом Все Это Мы У Нас Выходит Ценник И Мы Оплачиваем Это По Карте То есть Через Мастеркард Через Виза Карту Это Все Оплачивается То есть Выходит Какая-то Цена Давайте Вот Сейчас На Примере Покажу Вам Цену И Виза Умра Например Я Говорю Отель Мекки Например Мы Выбрали В Отель Мекки 5 Дней Минимум Отель Мекки Потом Отель Медине Мы Выбираем Там Три Дня Иногда Система Не Дает Не Делает Обязательный Отель Медина И Поэтому Его Даже Не Выбираем Но В Этом Году Посмотрим Как Будет В Этом Году После Хаджа Как Система Будет Работать Будем Смотреть Далее Транспортная Компания Мы Выбираем Транспортную Компанию То есть Либо Автобус Либо Легковой Автомобиль И Компанию Которая Будет Встречать И Будет Заниматься Нашими Паломниками Официальное Лицо Саудской Аравии Это Арабская Компания По Омри В общем У них У всех Есть Свой Ценник В Этой Системе Вот Этой Манаса Эта Платформа Как Букинг Как Агода Вот Эта Специальная Система И там Ты выбираешь Отель Расстояние Отеля Там Звездность Отеля Там Качество Отеля И там Своя цена У каждого Отеля Вот Примерно Например Комнату Мы выбираем 5 дней 850 у меня Выходит Например В Мекке Отель Медини Например Три дня 400 Реалов Выходит Транспортная Компания Берет Например За машину За 4 Человека 1600 Там Арабская Компания 1000 Реалов Берет В итоге У меня Выходит Цена 3850 Ну 1000 Долларов Да 1000 Долларов Там С хвостиком 1000 Долларов У меня И потом Оплачиваем Мы это И выходит Виза На 4 Человека 4 Человека У них Уже Есть Отель В Мекке На 5 Дней Отель Медини На 3 Дня Например Транспортная Компания У них Автомашину Предоставляет И арабская Компания Которая Будет За этим Всем Наблюдать Следить И Нести Какую-то Ответственность В общем У меня 1000 Долларов Ушло На Визы Визы Потом Мы Печатаем Распечатываем И Все Есть еще Конечно Дополнительные Еще Расходы Например Виза Мы Поняли Уже Сколько Выходит Виза Потом Авиабилет Это Уже Отдельно Уже Нужно Смотреть Какая Компания У вас Работает В вашей Стране Например Из Киргизстана Какие Компании Возят Может быть Транзитные Компании Через Катар Или Через Бахрейн Или Через Эмираты Или Через Иорданию Или Из России Например Компании Какие-то Какая Дешевле Выбираешь Fly Dubai Или Misert Aeron Или Еще Какие-то Турецкие Авиакомпании Сейчас Запускаются В общем Смотришь Самый Дешевый Следишь Мониторишь Цены Это Уже Отдельная Работа По которой Надо Отдельное Видео Записывать Потом Расходы Офиса Там Естественно Сами Понимаете Что Офисные Работники Которые Там Сидят Секретар Или Еще Кто-то Оператор Должен Все Это Принимать Паспорта Там Встречаться С Людьми Отправлять Паспорта Там Нужна Служба Поддержки Служба Доставки Которая Отправляет Сюда По Стране Может Быть Какой-то Человек Из Своего Кишлака Отправил Там В столицу В Бишкек Например И Пока Она Дойдет Эти документы Пакет документов Пока Он Дойдет И Естественно Должна Быть Служба Доставки То Есть Тоже Очередные Расходы Это Тоже Надо Учитывать Потом Паломников Отправлять Нужно Им Униформу Давать Какой-то Жилет Сумка У нее Должна Паломника Литература Должна Соответствующая Кто на татарском Кто на чеченском Кто на узбекском Кто на таджикском То есть Литература Должна быть В общем Все эти расходы Все это учитывается И в конечном итоге У тебя Выходит Какая-то цена Выходит Цена за пакет И вот Эту мы цену Видим Которую Люди Закладывают Там Свою выгоду Свою выгоду Своего инструктора Там Обязательно Инструкторам Тоже зарплату Надо платить Когда группу Он ведет Сопровождает Две недели Ездит с ними С паломниками Естественно Он тоже должен Получать зарплату Просто так Никто не будет ездить Один раз поехал Второй раз поехал Но потом Надо работать Надо же где-то Зарабатывать Надо семью кормить Надо же Вести нормальную работу И естественно Тут надо Все это закладывать Это уже на Офисе Это все Должно Это учитываться В офисе Должно быть Учитано Далее Хотелось бы сказать Что Вы можете работать Как с турфирмами С любыми турфирмами Вы можете направление Открывать Либо сами Открывать турфирму Зарегистрироваться И работать От турфирмы То есть От своей турфирмы Или от чужой турфирмы Или вы можете Вообще договориться С уже С теми фирмами Которые занимаются Уже этим делом И По умре Они уже может быть Отправляют ежемесячно У них есть Какой-то Поток Вы просто можете С ними договориться Сказать Слушайте Давайте Мы с вами договоримся Я вам привожу Человека Клиента У меня есть Возможности Людям делать рекламу Призывать Призывать Созывать У меня Есть Своя школа У меня Есть Свой канал Телеграм Канал У меня Есть Еще Какие-то Социальные Продвижения Я могу Приводить Людей Вам За каждого Члена За каждого Человека Вы можете Мне платить Агент То есть Вы приводите Клиента И получаете Агент За каждого Приведенного Клиента Бывает Там это 50 долларов Вы просто Получаете И все Вы Остальными Вопросами Вас Как бы Вам не надо Заниматься Ваша задача Привлечение Клиентов И все А если Вы уже Хотите Дальше Самостоятельно Работать То Вы уже Будете Все Дальше Прорабатывать Но это Мы будем С вами Индивидуально Общаться Какие-то Моменты Я буду Вам Рассказывать Пожалуйста Кто Заинтересован Пишите На Телеграм В комментариях Пишите Будем Связываться И Будем Это Дело Уже Развивать Чтобы В вашем Городе В вашем В вашей Стране Был Свой Офис Была Своя Компания Которой Займаться Будет Умрой В дальнейшем Следующий Шаг Это Уже Будет Хадж Уже Может быть Дальнейшие Еще Другие Какие-то Направления Будут Но В общем Это Вот Вот Такая Вот Возможность Есть Заниматься Заниматься С Людьми С Мусульманами С Паломниками И Здесь И Награда За Каждого Привлеченного Человека То есть Если он Приедет Вам Награда Будет Умра Записана Или Хадж Будет Записан Все Зикры Которые Он Будет Делать Здесь Все Дуа Которые Он Будет Делать Вам Будет Записываться Все Это В Книге Ваших Добрых Дел Ну И Естественно Здесь Будет Ваш Какой-то Заработок Как мы Делаем Такой Дуа Когда Тавав Делаем Вокруг Каабы Мы Делаем Это Дуа 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 Дай нам О Наш Господь Дай нам В этой Дуне Весь Хасанат Все Наилучшее Дай нам И В следующем Ахирате В следующей Жизни Самое Наилучшее Нам Дай Все Самое Наилучшее И Упаси Нас От Наказания Огня Прибегаем К Аллаху От Наказания Могилы Наказания Огня Фитны Огня Барак Аллах Фейхум Ваджазакум Аллаху Хайран Хайр Алжаза Субханак Аллахумм Бихамдик Ла Илла Илла Астагфир Ук Атуб Иллейк